В Тверском областном суде Расследование особо важных дел регионального следственного комитета признано судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Следствием и судом установлено, что 7 сентября 2019 года Касьяненко присвоен статус положенца на территории Тверской области, позволяющий влиять на систему неформальных взаимоотношений, складывающихся в криминальной среде. Тем самым Касьяненко занял высшее положение в преступной иерархии, сложившейся на территории Российской Федерации, основанной на распределении сфер влияния в соответствии с ее территориальным устройством и впоследствии продолжил его занимать до момента задержания 19 июня 2020 года. Находясь по месту своего жительства, имея статус так называемого положенца, укрепляя преступный профессионализм и свой авторитет, совершил незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов по месту своего жительства. Тем самым придерживался принятых в криминальной среде негласных правил и традиций, отрицал закон и общепринятые моральные принципы и правила поведения, стимулируя преступное поведение. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных следователями регионального СК, а также оперативных сотрудников областных управлений ФСБ, ФСИН, МВД, были собраны доказательства вины фигуранта в инкриминируемых ему преступлениях. Следователем Следственного комитета допрошено более 30 свидетелей, в том числе проживающих в других регионах России. Проведен ряд судебных экспертиз. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. В рамках межведомственного взаимодействия с 19 по 25 декабря в Тверской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» на Тверском железнодорожном вокзале сотрудники двух ведомств Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области и линейного отдела МВД России на станции Тверь предлагали тверетянам и гостям болостной столицы проверить себя на наличие либо отсутствие неоплаченных административных штрафов и других задолженностей. Также можно получить юридическую консультацию судебных приставов и узнать о всех официальных источниках проверки себя на наличие задолженности. Ставшая традиционной совместной операцией направлена на повышение уровня взыскаемости административных штрафов, обеспечение неотвратимости наказания. В случае их неуплаты своей задолженности, должник может быть ограничен в выезде сроком на полгода. А еще приставы предупреждают должников о возможном аресте имущества и банковских счетов. А потому настоятельно рекомендуют жителям региона проявлять сознательность и своевременно оплачивать свои задолженности. Люди охотно подходят, узнают о наличии своей задолженности. В случае обнаружения задолженности с большим удовольствием ее оплачивают. Оплатить можно прямо на месте? Мы можем выдать квитанцию об оплате. Оплата может производиться в любом отделении банка. Напоминаем, узнать о своих долгах вы можете на официальном интернет-сайте управления с помощью онлайн-сервиса Банк данных исполнительных производств или с помощью личного кабинета на портале Госуслуги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова